Рекорд России побит. Продолжай, продолжай. Дальше в свое удовольствие. 16 июня, село Поляны, территория школы 360, организаторов события. К этому рекорду местный учитель Руслан Немировский готовился 3,5 месяца, а шел, наверное, всю жизнь. Говорит, технику набивания мяча для себя определил сразу и старался не терять концентрацию. Старался пяткой посильнее бить, чтобы отлечься. Массажировал сам себе спину, потому что тяжело было в одном положении смотреть вниз и набивать мяч. Этот рекорд до Руслана футбольные фристайлеры не могли побить 8 лет. Итоговый результат 3 часа 46 минут 36 секунд. Это примерно 28 тысяч набитий мяча. Главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко не скрывал эмоций. Хочу поздравить, во-первых, Рязань с установлением этого рекорда. Теперь этот рекорд прямо лежит Рязане. Все мальчишки, кто увидели этот рекорд, естественно, побежали за мячами и начали тренироваться. По крайней мере, узнать, сколько они могут. Если кому-то может показаться, что рекорд дался Руслану легко, то попробуйте почеканить мяч, ну, хотя бы минут 10. Физиология возьмет свое. А Руслану еще надоедали жужжащие насекомые, да и под психологическим давлением, говорит, выступать очень непросто. Где-то в промежутке с часу 40 до 2.20 уже были судороги в ногах. То есть уже было очень сложно набивать мяч, но тем не менее, вроде как, находил в себе силы. И на последние 30 минут вышли все педагоги, учителя нашей школы 360. И я слышал, как они поддерживают шепотом, но я слышал их слова. Слышал слезы радости уже, когда рекорд был поставлен. Сложно было, больше сложно морально вот это вот считать, концентрироваться. Даже не столько физически. Физически-то, может быть, готов, но секунда ослабления концентрации, все, мяч падает и второй попытки уже не будет. Мало кто отваживается на установку рекордов в присутствии эксперта, заявил главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко на награждении. Слишком высоки риски. Руслан Немировский с ними справился. Впрочем, на этом он вряд ли остановится. Вот буквально сегодня смотрел книгу рекордов России и нашел порядка 5-6 рекордов по чеканке мяча. На расстояние чеканка мяча, стену головой, чеканка мяча в принципе головой. И еще много рекордов, которые я хотел бы перебить и поставить свои личные рекорды, которых еще даже никто не ставил. Я хочу заявить о себе. А еще Руслан Немировский – прекрасный футбольный фристайлер. Техника владения мячом на уровне профессиональных цирковых номеров. В этой области, похоже, рекорды тоже скоро не устоят. Субтитры создавал DimaTorzok